Руководство Каспочты расширяет воздушный парк. Презентовали новый дрон в Алматинской области, привезли два микроавтобуса журналистов. Для затравки решили запустить проверенный беспилотник старой конструкции. Но что-то пошло не так. Обломки почтового дрона быстро убрали и на первый план выставили новый беспилотник, который, по словам операторов, может доставить 4 килограмма груза на расстояние до 80 километров. Пока шла подготовка к запуску, директор обслуживающей компании рассказал, что беспилотники они собирают сами. Правда, микросхемы закупают за границей. А стоит такой аппарат от 5000 долларов. По поводу неудачного запуска Алексей Ким сказал, тестовый, такое бывает. Так как мы сейчас находимся на новой для нас точке, мы пристрелочные полеты осуществляем. Сейчас, тем более, достаточно сильный ветер поддул со стороны. Поэтому он немножко у нас не так себя повел. Сейчас следующий борт будет в боевом режиме запущен уже с учетом этих факторов. Вскоре пожаловали и высокие гости. Вице-премьер Аскаржу Моголиев в сопровождении руководства Коспочты. Новый дрон поставили на стартовую площадку, провели последние приготовления. Сотрудники обслуживающей компании задержали дыхание и старт. Пока новый беспилотник кружил над головами чиновников, руководитель Коспочты Серик Сарсенов рассказывал о преимуществах проекта. Газеты и журналы доставляются в день выхода тиража. Беспилотник летит по прямой и экономит время. Автоматически сбрасывает посылку в указанном месте, где ее подбирает почтальон. Тут почтовый дрон как раз снизился и сбросил пакет с газетами, который ускоренно донесли до вице-премьера. В очень быстрые сроки он сможет увидеть и газету перед собой, и получать соответствующие посылки. Хороший проект. Плюс еще, скажем, развиваем зеленые технологии. Эти дроны, они полностью электрические. Ага, хорошо. В завершении демонстрации операторы аккуратно посадили беспилотник прямо перед высокими гостями и облегченно выдохнули. Директор Коспочты Серик Сарсенов заявил, что в этом году они планируют обеспечить доставку корреспонденции беспилотниками в 159 сел. Вице-премьер одобрил. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия.